Игры 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 Всем привет, уважаемы подписчики и зрители канала Curly, а также зрители других порталов, PlayAround.ru, Mail, Вконтакте и ТД и ТП Для вас играет Саша Пуговкин для Годриди, кому как удобнее. Добро пожаловать в Серово Мир Ведьмака, продолжаем наше большое приключение. И решил я тут, знаете что, написано же, осмотрите подземелье под Храмовым островом. Соответственно, не написано, что непосредственно на Храмовом острове находятся эти подземелья. И я подумал, что, а не сплавать ли мне, как утяжа, а не спеть ли мне песню о любви, кто там у нас крадется. Что за огор неадекватный, накер. Куда это он делся? Так, я с Куэном. Я почему-то с Куэном, сам не знаю почему. Вот, и я решил, что на самом деле, может быть сплавать, а может быть непосредственно по квесту нам и не нужно. И сможем мы проникнуть под остров. Давайте мы сейчас это и постараемся узнать. Верна ли моя догадка и задумка, просто... Так, я не пойму. Вот эти вот лодочки, конечно. Где у них корма, где нос? А ну вот, карма, наверное, там где руль. Если так, по логике вещей. То карма там я рулю, токсы со всех сторон. Жалко, здесь нету акул, дельфинов. Ну, можно было бы сделать. Хотя, с другой стороны, и так уж грех жаловаться, что в Ведьмаке третьем чего-то не хватает. Это, говорю, уже такие чисто личные пожелания и привереды. Куда плыть-то хоть? Ну, в принципе, все правильно. Прямо по курсу, а там посмотрим. Может быть подземелье, где-то нужно нырнуть. Как помните, когда серебряный меч, по-моему, серебряный или стальной, ну, в общем, неважно, школу Грифона мы искали, и там проход был в море, нужно было нырнуть, проплыть, потому что ворота были закрыты, проплыть подземный грот под водой. И проникаешь тогда в башню, забираешь там чертежи и прочие всякого шлака, открываешь с другой стороны ворота и добываешь один из чертежей школы Грифона. Вот, может быть, здесь то же самое, может быть, на самом-то деле на сам остров и не надо. Кстати, я в прошлый раз плыл, и у меня, знаете, что было? Ну, я плыл вот туда, к тому острову, вот, который, вот, я сейчас смотрю на него, направил камеру. Я поплыл туда, у меня было, вы попали в область, если кто-то плавал, он знает, вы попали в область, где обитают драконы, возвращайтесь обратно. Ну, потемнело экраны, и все, меня автоматом развернуло. Но вот, опять же, Ведьмак 3, да, но вот кто скажет, что там карта заканчивается? Вот, кто может сказать, что там карта заканчивается? Ну, я поплыл вот туда, что самое интересное, мне написали, вы попали в область, где живут драконы. Может быть, это область для аддонов, может быть, по левелу мне попросту рано сюда еще. Но так или иначе, меня развернули обратно и сказали, Гераль, ты не прав. Доспех риданского алибордиста, доспех, улучшенная лунная пыль, прекрасно, ребята, уже не зря сплавали, уже не зря сплавали. Риданский алибордист мне как бы не нравится, я вообще из Ривии, а не из Ридании. Так, ну окей, давайте глянем, где так предположительно может быть проход здесь. Еще порядочно. Вынужден заметить. Ну ладно, плать, проплыву я. Опа, нифига ты, Гераль, какой круголян заложил. Ну, я плыл, я остро так по кругу. Вот нашел здесь местечко, запоминайте визуально, где это расщелина. Вот сюда вот можно забраться. Давайте, я говорю, чисто на разведку. Сходим и посмотрим, а нет, видимо отсюда уже никуда дальше не попасть, только... Хотя, по пикселям, по пикселям, ну-ну-ну, Гераль, Гераль, только не падай. Ну нет, видимо отсюда уже никуда не попасть. Ну и видимо да, раз подземелье, значит непосредственно нужно на остров. Ну окей, я парень дотошный. Может быть, все-таки без этого квеста с Лютиком можно. Потому что у меня есть другой квест уже для 16-го левела. Мне, блин, Лютик это вообще никуда не уперся. Не хочу я его выполнять. Так, занырнет Гераль или голову себе сейчас разобьет. На сексуруч сохранюсь. Нырнул, конечно, не как чемпион мира по прыжкам с 10-метровой лыжки, но тем не менее, как смог. Как смог, молодчина Гераль, мы все болеем за тебя. Ну и вот я здесь в таком интересном месте, где показывается, что ведет мост на этот остров. Ну и видимо нет. Не представляется возможным найти доспехи Школы Кота. Ну-ка вот здесь вот, может быть, получится пробраться. По-моему, не представляется возможным найти доспехи Школы Кота, непосредственно не выполняя квест. Хотя вот, как-то Гераль... Но нет, нет, нет. Очередной тупик. Хотя нет, вот здесь вот я нашел такой причал под мостом, когда проплыл. Вот здесь вот такой некий причал, некая пристань. Надежда умирает последней. Мчимся, потому что, не знаю, хочу до тряски я этот доспех Школы Кота. Заткнись. Я не виноват, что геймдизайнеры вас сделали такими дебилами. Которые прут на пропалую. Взвизгнуло. Так, где моя заветная цель, далеко ли? Нет, в принципе, вот. По улочке, там скатиться куда-то за забор вниз. Дворец выборщиков. Паст тревел открылся. Так, давайте. Вот, показано... Показано, что вниз. Отметка внизу. Это что-то у нас тут, типа церкви. Сохранюсь на всякий пожарный. Показано, опять же, что внизу. Оп, оп, оп. Это что-то Геральт такой исполняет феерическое. И... Всё. Приплыли. Ну, как-то нет. Показано, что туда вниз. Но, опять же, под водой никаких проплывов нету. Это сто процентов. Вот здесь, вот, в эту башню попасть никак, никаким образом нельзя. Это тоже я её уже всю туда-сюда излазил и обошёл. Но, видимо, только через квест с лютиком, что, конечно, уручает. Может быть, вот здесь, единственное. Да нет. Здесь я тоже всё вроде как осмотрел. Здесь уже склон. Странно. Странно. И, откровенно говоря, да, это действительно удручает. Здесь никакого прохода нету. Но показано, что внизу. Смотреть подземелье. Ну, как в эти подземелья попасть? Опять Геральт у нас тут что-то исполняет. Аккуратно, дружбан, только не падает. Теперь уже показано, что внизу и, как бы, что мы уже дальше. Что внизу и за нашей спиной. Так, здесь сохранюсь. Какой-то, не знаю, был. У него же есть эта фигня-то, которая Кейер Мец ему подогнала. Я вот думал, может быть, где-то есть завуалированный, или как его даже назвать. Замаскированный, короче, вход в эту подземелью. Но, видимо, я ошибся. Стой, 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 стой. Геральт, 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 ну и F9 я сразу нажму. Ну, что у нас? Быстрая загрузка-то. Странно. Так, ну что, ребят, похоже, ищущий добрящий. Вот, смотрите, когда вы поднимаетесь на этот остров, держитесь с левого края. Там будет несколько тупиков, но держитесь с левого края. И идите, идите, идите влево. Я специально вернулся, чтобы показать вам, то есть, вот, какие у вас должны быть пейзажи. Это для тех, кто, не знаю, я говорю, я всегда с удовольствием делюсь тем, что знаю сам, со своими зрителями, вообще с любым человеком, кто хочет знать. Вот. И смотрите, идем, идем, идем. Оказывается, все было проще. Нужно было просто пойти по левому краю, и вот он, похоже, что вход в подземелье. Да. Наверное. Нет, да. Ну, кошка у меня есть, если что. Или тупик. Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. А, ну вот, все правильно. То, что я говорил. Глаз Кейри Мец. Вот он, замаскированный вход. То есть, без этого глаза вы не пройдете. Да вы, в принципе, наверное, сюда. Я не думаю, что кто-то кто-то раньше восьмого левела пойдет. Мать моя, женщина, это кто такой? Тролль, что ли? Похоже, что тролль. Фуф, так. А тролли это у нас кто? Магические твари? Или тролли, а не и в Африке тролли? Тролли, да? Которые в чатах троллят. Огры. А, тролли это огры. Ну, вот это, похоже, или голем это. Я вот не пойму. Просто сейчас, если начнется бой, то будет уже поздно. Нет, по-моему, все-таки голем. Значит, масло против магических существ, против магических тварей. Вот, потому что, по-моему, все-таки это тролл. Тролл. Ой, тролл. Голем. Или тролль. Серьезно, не пойму. Когда не знаешь, кто это, нужно юзать квен. Принцип. Голем, да. Четырнадцатый левел. А что там, зелененький какой-то. Странный какой-то голем. Ух ты, нормально. Через квен. Весьма неплохо. Еще раз. Весьма недурно через квен прилетело. Снова. Так, это... Интересная схватка. Это вам не Василиск. Василиск-то... Ох! Сразу, да? По горбу он мне дал. Ну, доспехи. Доспехи кота того стоят, на мой взгляд. Лишь бы сейчас... Вот я говорю всегда, лишь бы не заиграться. Вот осталось ему чуть-чуть. Теперь лишь бы не заиграться. Потому что всегда, когда остается чуть-чуть, есть шанс заиграться и, чтобы быстрее-быстрее его добить. Есть контакт. Хух! Дымный кристалл, сердце голема, эссенция чудовища. Ну, ничего. Сгодится. Так, куда идти-то хоть? Если посмотреть по карте, то чуть-чуть, чуть-чуть направо. Если эти, как бы, чертежи я хранял один голем, ну, я ничего против не буду иметь. Честно могу сказать, ничего против я иметь не буду. И если сейчас сделаю доспехи школы кота, я даже взбодрюсь, воодушевлюсь, и, мать его, спасу-таки. Лютика. Так, это нам не сюда. По-моему. Пойдемте посмотрим, что здесь направо. На худой конец будем иметь в виду, что там дверь есть. Но написано подземелье. Поэтому и будем осматривать подземелье. Ага, вот подъем куда-то. Проход. Так, вон там что-то. Это что у нас за руны? Чтобы подняться, вглядись в глубины. Весьма многообещающая подсказка. Что-то мне здесь это место не нравится. Не очень нравится. Подождите. Насчет использовать. Взять. Заметки ученого. Инвентари. Инвентари. Заметки ученого. Согласно указаниям нашего учителя, Ирениуса Варштайнгарда, мы проводили серию исследований генотипа созданий, называемых повсеместно утопцами. К сожалению, после применения яда, добываемого из рыбы фугу, рыба фуга, Майнкрафт, все лабораторные экземпляры впали в спячку. В прошествии суток жизненные функции прокатились у всех в особи, что сделано невозможное проведение дальнейших исследований. Это безусловно круто, я только не понимаю. Что у нас, головоломка что ли? Могучая головоломка. Вы мне чертеж дайте-то, я пойду. Странный рецепт. Окей, давайте прочитаем странный рецепт теперь. Найти бы его еще. Так, вот он тут, странный рецепт. Паскал и Тима, у меня выдалось немного времени между операциями на этих вонючих утопцах. Так что, как и обещал, пишу рецепт моего знаменитого острого цыпленка и гуляша из тыквы. Тыква, цыплячья ножка, можно куриную грудку, молоко, кокосовые пальмы, его трудно достать, но каждую первую среду месяц в Новоградский порт прибывает Апекенберга и сыновей. Так вот эти пройдохи продают все, что хочешь, даже коней в полоску. Зебра, коней в полоску. Дальнейший список ингредиентов неразборчив, часть записки сгнила. Я уверен, что с остальным вы справитесь. Удачи даже. Даже коней в полоску. Так, посмотрим, появилась ли какая-то информация. Нет. Просто какой-то рецепт. Ну и так, на заметку, что у пройдох можно купить все, что угодно. Так, ну и что? Никакого рецепта нету, что ли? Я так... Не пойму. Опа. Не хватало здесь сейчас еще от призрака коней двинуть. Когда цель уже так близка. Куда он хоть здесь появился-то, мне интересно. Так, ну и что? Я просто не пойму, что делать. На отметке. На отметке вообще ничего не показывает. Так, я пойду вглубь, пороюсь, потом, если что, вернусь сюда, и будем с этим лифтом уже ковыряться, с этим агрегатом. Ну и нет, ничего другого, никаких других ходов, проходов я не нашел. Итак, что нам было написано? Чтобы подняться наверх, глядись вглубь. Да? Вглубь чего? Мне вот это интересно. Глядись вглубь. Ну их явно, рылом нужно развернуть все в одну сторону, просто в какую? Вперед или назад? Глядись вглубь. А, тут вон, смотрите, еще какой-то есть след. Что за след? Странный. Это все, что ли? Это вся информация, какую Геральт по поводу этого следа может предоставить? Так, ну и что, они все лицом... Так. Да, все они лицом наружу, значит, получается, лицом внутрь, что ли, их развернуть надо. Да, вот я их развернул рылом друг к другу и, видите, разверзлись. Створки. И что-то, 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 что-то... Геральт просто так мечтает. А, там утопс. Поспрей. Ну, утопцы, ну, что меня так пугаете-то вообще? Прям... Я прям аж испугался весь с головы до ног. Так, замериваем. Сейчас надо расстрелять утопцев сразу же. О, фига себе расстрелять утопцев. Это еще... Задачка-то не из простых. Ну, 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 Геральт. Так, сохраночку и поплыли. Куда плыть только. А, или оно прям здесь. Ключ от лаборатории. Ёкарный ты, бабай. Все, все, не слава богу. Все? Больше ничего нету, что ли? Геральт в роли Жака Кусто. Так, ну, это ключ от той двери, которую мы видели в самом начале, там, где был голем. Там, где был голем, рвем когти туда. Так вот, у нас ключ от этой лаборатории. Будем надеяться, что кто это там? Какой-то сектант сидит так с охраночку. Или это у той? Я не пойму, кто там. Киян безумный. Это человек, надеюсь. 17-й левел. Схватка будет не та самая. Не сказать, что уж супер какая-то простая. Хотя, может быть, получится его ардом свалить. Но вряд ли. Не думаю. Хотя вообще какой-то зомбак. Ух ты, он под Квеном. А, я понял, кто. Это, ребят, это значит, это ведьмак. Это ведьмак. Здесь же, помните, рассказывалось, что ведьмак содержался в лаборатории, там опыты. Фиг, опыты. у тебя у тебя у тебя это кроет. Да нету у меня кроет. А ты есть. Ну, изи, изи гейм. вот, чертёж. Штанишки школы кота, перчаточки школы кота, лунный клинок какой-то, сапожки и доспешки школы кота. Я там сижу, хлопаю в ладоши, прыгаю и улыбаюсь. Пробел, конечно же, взять всё. Конечно же, взять всё. Ну что, ребята, прекрасно. Вот так вот. Я-то сокрушался, думал, нужно только через лютика, можно сюда только через лютика попасть. А оказалось, всё гораздо проще. Оказалось, всё гораздо проще. Чем сокрушаться, нужно было давно сюда поплыть, да посмотреть, что к чему. Правильно? Правильно. Так, давайте глянем, что там. Чёртёж-чёртёж. Вот, доспех школы кота. Не хватает ингредиентов. Вот простая рубашка, это фигня. Так, броня плюс 30. Что самое интересное, лёгкий доспех по броне лучше, чем средний доспех грифоновский. Вот это вот не знаю почему, честно могу сказать, не знаю почему. Тем не менее, сила атаки плюс 5, сопротивление стихии плюс 20. Рубящим и... Я то смотрю, то смотрю. И урона ударов, короче, от чудовищ минус 10. То есть, это, я так понимаю, вообще школа кота, это против людей, что ли. вот, потому что против чудовищ он, как мы видим, особо-то урон держать не будет. Сапоги школы кота. Опять же, сопротивление стихиям, колющим, рубящим, урона от чудовищ такой же, сила атаки плюс 5. Ну, в общем, чисто дамагерский сет. штаны школы кота. Опять же, по всему этому проседает, по броне выше. И, и, и. Перчатки-то где? Вот, перчатки школы кота. Ну, тоже самое, по броне, даже по броне проседает, ну, потому что на мне грифон второго грейда, перчатки. Вот, ребята, нашли мы доспехи школы кота первого грейда. Судите сами, нужны вам они или нет. Они чисто дамагерские, то есть, чисто на меч. Если весь грифон был сила знаков плюс 5, то весь код это у нас чисто сила атаки плюс 5, а медведь, я так понимаю, это хп будет там плюс 5 процентов. Вот. Но где искать медведя, пока что не знаю. Я, конечно, поищу рецепты, еще что-то, но где искать медведя первого грейда, потому что вот, если посмотреть журнал заданий, задания охоты за сокровищами, у меня вообще в принципе нет ни одного рецепта на школу медведя, ни одной карты, скажем так, я не купил. Где его искать, понятия пока что не имею. Хотя нужно заморочиться, наверное, я заморочусь, поезжу по торговцам, поищу все-таки эту карту, потому что мне интересно иметь все три сета, чтобы от этого уже отталкиваться. Ну что же, ребята, всем спасибо, кто смотрел, смотрит, будет смотреть, для вас играл и искал ведьмачьи доспехи Саши Пуговкин или Годриди, кому как удобнее. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео, особенно, если оно оказалось для вас полезным, если кто-то не мог найти проход так же, как и я, но я где-то час, наверное, ползал вокруг острова, но ищущий да обрящий. Конечно, подписывайтесь на канал, потому что будет очень много видео по самым разным играм, в том числе и по Ведьмаку 3, у Ведьмак 3 не заканчивается. Ну и вступайте в сообщество ВКонтакте, куда стекается вся информация по моей бурной игровой деятельности, а именно стримы, видео, посты. Кстати, давно я что-то не стримил, нужно как-нибудь заморочиться. И до новых встреч в суровом мире Ведьмака, а пока что всем пока!